Георгий Почепцов Благодарностью сказал Святозар «Теперь гномы вернутся на свою родину!» Гномия начала возрождаться после владычества колдуна Карбиса. Маленькие трудолюбивые гномы выбрали Белояра своим предводителем, ведь только очень сильный человек мог защитить их от опасностей. Но Белояра тянула домой в родную деревню. И вскоре гномы со слезами на глазах распрощались со своим предводителем, подарив ему волшебный обруч, с помощью которого Белояр мог сделаться таким же маленьким, как они сами. Вернувшись домой, Белояр занялся огородом. Но однажды подозрительные черные всадники быстрее молнии пронеслись по деревне и растревожили ее жителей. «Кто они?» Белояр с удивлением узнал, что люди в стране все еще пропадают. Вечерами Белояр начал тренироваться владеть мечом. Для этого он ставил посреди комнаты колоду и скомандовал себе «раз, два!» рубил, что было сил. Колоды разваливались на части и вскоре сарай был доверху завален дровами. Как-то ночью раздался стук в дверь. Маленький курьер, сверкая золотыми узорами на шапке и камзоле, почтительно поклонился и протянул Белояру пакет. Гномия была в опасности и срочно просила о помощи. «Хм!» – почесал в затылке Белояр. Он вспомнил, что его гнидая расковалась, а телега не смазана. «За вами выслана роскошная карета!» – воскликнул курьер. «А вот и сундук с вещами!» «Но что такое?» Плащ был величиной с детскую курточку, рубашки, как распашонки, туфли с золотыми пряжками совсем крошечные. Белояр растерянно копался в этой груди вещей. И тут он вспомнил о подаренном ему обруче, как он мог забыть. Белояр быстро натянул обруч на голову, оделся и сел в карету, усыпанную драгоценными камнями. Конечно, такая карета могла переехать в деревню только ночью. Днем она ослепила бы сельских жителей своим блеском. Гном-кучер с бородой заправлены за пояс, хлестнул лошадок, и те понеслись, как ветер. А курьер скакал впереди с радостной вестью. «Предводитель гномов возвращается!» Всю дорогу, пока Белояр мчался по гномии, ее жители стояли возле своих домов и забрасывали его цветами. Белояр видел всюду отстроенные дома, замки, утопающие в цветах, слышал звонкий смех. А вот и дворец собраний. Под мелодичный звон серебряных колокольчиков Белояр вошел в тронный зал. Здесь собрались министры, чтобы рассказать предводителю гномов о своем горе, исчезновении главных рудознавцев страны, Анизара, Цитозара и Ганнизара. Перед Белояром разложили карту. Было решено, что на поиске пропавших отправляется Белояр со Светозаром. Подготовка к экспедиции велась в полной тайне. До самого утра гномы не расходились. Проверяли крепость веревок, остроту мечей, надежность лампочек в волшебных фонарях. Перед самым рассветом карета доставила Белояра и Светозара к обходу в шахту, где добывались драгоценные камни. К их удивлению, там уже стояла чья-то карета. Светозар нахмурился. Кто это мог быть? Не теряя времени, они приняли за разгрузку снаряжение. Тут и послышались чьи-то шаги. К ним приближался Бубназар, министр развлечений. «Меня прислал тайный советник», — объяснил он свое появление. «Экспедицию решили усилить». Все трое спустились в шахту. Зажгли волшебные фонари. Изломанные пещеры напоминали неприступный замок. На песке среди множества следов Белояр обнаружил разбросанные инструменты. Было ясно, что рудознацы ушли не по своей воле. Светозар настоял, чтобы все держали мечи на готове. Скалы то нависали над ними, заставляя пригибаться, то уходили ввысь, словно облака. Они шли уже несколько часов, и Белояр почувствовал усталость. Решили отдохнуть. Прошел всего лишь час, а Светозар уже стал их будить. Надо было идти дальше. Включив фонарь, они ужаснулись. Все их веревки исчезли. Из этого можно было сделать только один вывод. Враг близко. В молчании экспедиция двинулась дальше. Казалось, конца не будет подземным тропом. Ноги гудели от усталости. Силы путников были на исходе. Бубназар решил, что настал его час. Но Белояр был на чеку. И удар пришелся по его мечу. Посреди пещеры разразилось настоящее сражение. Остря мечей чиркали по стенам пещеры, и это всюду летели мелкие камешки. Бубназар начал отступать, а потом бросился бежать. И так стало ясно, что Бубназар — предатель. Но кто же его сообщники? Друзья осторожно двинулись дальше. «Смотри-ка!» Схватил Белояра за руку гном. И оба на секунду застыли, увидев необыкновенные постройки среди расщелин, из которых сочилась вода. В печные трубы домов откуда-то сверху тоже стекала ручьями вода. Слышалась тихая, приятная музыка. Водяные арфы стояли не только в домах, но и на улицах. «Это страна водяников», объяснил Светозар. «Они живут среди подземных вод. В каждом доме были ванны-кровати, водяные кресла и другие необыкновенные вещи. Но деревня оказалась пустой. Жители покинули ее совсем недавно. А если они ушли все сразу, значит, случилось что-то неожиданное». Путники молча закрывали дверь очередного дома и шли дальше. Вдруг они увидели странное существо, которое передвигалось прыжками, словно огромная лягушка. По большим глазам и рту Светозар узнал водяника. «Не убивайте меня», взмолился дрожащий от страха водяник, когда Белояр настиг его. «Я вам все расскажу». И он рассказал о том, что великан убил его отца, а всех водяников хочет сжечь на костре, чтобы превратить их в пар. «Великан и его помощник гном ищут вход в сокровищницу, где находится золотой шар. Они привели с собой еще трои гномов», продолжал водяник. «Но гномы отказались показать вход в сокровищницу. Вот где объявились следы Бубназара, а трое гномов — это и есть похищенные рудознацы». Белояр со Светозаром переглянулись. «Значит, второй шар хранится у водяников, и кто-то хочет им завладеть, но этого нельзя допустить». Зажимая в руках мечи, Друзья поспешили вслед за водяником. Они уже были недалеко от дворца, как вдруг им наперерез выскочили двое. Это были Бубназар и Валуй, вооруженные мечами. Теперь стало ясно, кого водяник называл великаном. Спасаясь бегством после разгрома пугачей, Валуй обнаружил след второго шара и теперь пытался им завладеть. Мечи скрестились, но вскоре со всех сторон стал нарастать какой-то неясный шум. Из пещер вокруг дворца появлялись все новые и новые толпы водяников. «Вперед, на штурм дворца!» кричали они. Когда осмелевшие водяньки ворвались во дворец, Бубназар и Валуй побежали к висячему мосту. Святозар изо всех сил ударил мечом по веревочным креплениям, и мост обрушился в пропасть. Бубназар и Валуй, хватаясь за веревки, тоже полетели вниз. Враг был разгромлен, а у гномов появились новые друзья. Вождь водяни со всем своим народом провожал Белояра, Святозара и освобожденных рудознатцев. Прощаясь, он подарил предводителю гномов алмазную шкатулку, в которой и лежал золотой шар. Субтитры создавал DimaTorzok